И Сотворимя достойно Царствия Небесного! Когда пророк Моисей спускался с горы со скрижалями, израильтяне боялись подойти к нему, потому что лицо его сияло. Преподобный Сергий Радонежский словно в огне стоял на литургии. Лицо святого Сесоя Великого на смертном одре просияло так, что братья не дерзала на него смотреть. Ученик Серафима Саровского однажды воскликнул, «Моим глазам больно на тебя смотреть, Отче! Очи твои подобны вспышке молнии, лик твой ярче солнца!» Все это многочисленные примеры проявления божественного нетварного света. В православном храме даже обычный земной свет имеет особый смысл и значение. Многочисленные источники света, окна, лампады, свечи, в храме используются не только для освящения. Можно заметить, что в некоторые моменты службы светильники возжигаются, а иногда гасятся. Свет в православном храме является прежде всего образом света небесного, божественного. Христос в Священном Писании часто именуется светом миру, светом истинным, потому что вера просвещает ум и душу каждого человека. Без Христа человек блуждал бы в духовной тьме. В то же время огонь свечей и лампад – это образ Святого Духа, который однажды сошел огненными языками на апостолов и который, по словам отца Иоанна Кронштадтского, попаляет греховные наши скверны, просвещает сердца, воспламеняет души любовью к Богу. Огонь перед святыми иконами напоминает нам о пламенной любви святых к Богу, из-за которой они презрели мир и все его наслаждения. В будничное богослужение, когда почти во всех молитвах выражается одно – покаяние, сокрушение грехах, и освящение бывает самое малое – знак духовного мрака, в котором пребывают люди. Во время чтения Шестопсалмия, когда читаются покаянные псалмы, зажженной остается одна свеча, чтобы человек мог лучше сосредоточиться, заглянуть в свою душу и, как писали святые отцы, стоя в темноте, вздохнуть о своих грехах и прослезиться. В воскресные праздничные дни церковь выражает свое торжество большим светом. Зажигаются центральный светильник – паникодила, и боковые – паникандила. А на Пасху, когда вспоминается победа Христа Спасителя над смертью и дьяволом, не только освящается вся церковь, но и все православные стоят с зажженными свечами. Множество огней под церковными куполами символизируют небесную церковь – созвездие святых людей, горящих огнем любви к Богу. Так церковь небесная как бы освящает своим светом церковь земную. Есть в житиях святых удивительная история. Жреца Киприана, который с детства постигал бесовские премудрости, научился наводить ветры, производить гром, насылать болезни на людей. Бесы служили ему. Но не смог Киприан исполнить простую просьбу молодого повесы – возбудить в девице Иустине плотскую страсть. Не смог, потому что Иустина была христианка и умела горячо молиться к Богу. Увидев силу Христову, и сам Киприан раскаялся и принял христианство. В каких случаях колдовство бессильно? Сегодня мы разбираем вопросы, которые задают часто прихожане в храмах. Здравствуйте, батюшка! Я предлагаю сегодня вам рассмотреть вопросы, которые чаще всего задают в иконных лавках наших православных храмов. Один из самых часто встречающихся вопросов – «Как снять порчу?». Объясните с православной точки зрения, что значит порча и как крещеному человеку к этому относиться? Порча – действие сил дьявольских на человека. Так как мы согрешили и грешим очень много, мы сами даем себе доступ для как раз подобных сил. И они действуют как на мысленном уровне, так и на чувственном уровне. И бывает непосредственное прямое воздействие. Взять такое распространенное житье священномученика Киприана и Устине. Там очень показана борьба темных сил, дьявольских сил с человеком по навету какого-нибудь колдуна. Ну, любого. В принципе, там как раз описан сам принцип и все прочее. То есть, если такие вещи и случаются, то случаются они по попущению Божию за греховную жизнь человека. Потому что христианин, который исповедуется, причащается, который очищает свое сердце, он не подвластен ни дьяволу, ни его власти. Раб Божий боится прежде всего Бога. На Бога уповает, на Него надеется. Если же человек вдруг Господь попустил вот так, значит, у него есть в жизни что-то, за что зацепился, так скажем, сатана. Потому что колдуны они есть, и они колдуют, но действительно искренне верующему человеку никакого вреда принести они не могут. А снять порчу, так скажем, очень просто. Раз она цепляется за грехи, нужно прийти на исповедь. Нужно перебрать всю свою жизнь, покаяться во всех своих грехах, причаститься, начать как-то молиться, поститься, в храм ходить по воскресным дням. И это будет все, ну, просто как дым, который раз и рассеялся. Очень часто обращаются с таким вопросом, что нужно сделать, сколько свечей поставить, сколько записок подать, чтобы карьера пошла в гору, или, ну, любое другое желание, чтобы оно исполнилось. Я бы не советовал человеку вообще ничего делать. Вот, карьера, как православный христианин на это смотрит. Если карьерный рост, так скажем, повышение человека по служебной лестнице происходит вследствие его профессионализма, то есть профессиональной деятельности, он приобретает опыт, навык, он начинает делать какую-то работу лучше, начальство это замечает, повышает его, это нормально. И это правильно. Но если человек вдруг начинает делать карьерный рост путем так называемой подковерной возни, клеветы, действуя из зависти, из желания быть первым, то это грех. Будем говорить прямо, это грех, и грех очень серьезный. Продвигаясь таким образом, с помощью вот этих вот всех вещей, человек по служебной лестнице, он будет отвечать пред Богом не больше, не меньше, как убийца. Потому что вследствие его лжи, его клеветы, будут страдать люди, и возможно даже очень сильно. И Священное Писание говорит, что клеветник, как ильстец, так и клеветник приравнивается к убийце. Поэтому, если человек молится, то молится Господу, Господи, помоги мне нести свой крест, помоги мне донести свой крест правильно, чтобы мне не сбиться с пути. А уж кому какой Господь крест даст, крест начальствующего или подчиненного, но главное этот крест донести, самому же искать его не нужно. То можно найти на свою голову. Как говорится, выпросишь, потом наплачешься. А тогда, когда Господь что-то дает, так скажем, не по мере нашего желания, а сам дает, тогда Он помогает нести. Вот правило, святоотеческое правило в этом плане, оно какое? Сам не проси, но если тебе дают, то не отказывайся. Еще один из частых вопросов, которые задают сотрудникам церковных лавок, как и чем можно осветить квартиру? Люди просят продать свечи, монашинки, ладан для этого. Человек сам может осветить квартиру? Ну, чина освящения совершается священником. Нужно пригласить священника для освящения квартиры. Он совершит молитву, совершит все положенные действия. И квартира будет освящена. А потом человек может сам святой водой уже окроплять во имя Отца и Сына и Святого Духа все свои жилища. С какими-то другими молитвами можно тропарь к кресту петь, освящать. Ну, а ладан и свечи обычно зажигаются при молитве, когда вот человек молится, дома есть иконы, лампадочка. Ладан, свечи, они используются при молитве. Вот сам мирянин, конечно же, осветить не может, потому что чин освящения совершается священником. Нередко наши преселенные люди впадают в уныние или суеверие от того, что темнеют серебряные крестики на груди. Что Вы им посоветуете? Все очень просто. Серебро – это металл. Человек носит крестик на теле. Ну, естественный процесс, потеешь. Вот это щелочь. Когда наступляет взаимодействие с металлом, он темнеет. Вот одна из реакций до окисления темнеет. Поэтому ничего тут страшного нет. Ну, потемнел. Потом посветлел. Батюшка, всегда ли нужно носить нательный крестик? Встречаются люди, которые намеренно не носят крестики. Он лежит у них где-нибудь в книжном шкафу или в серванте. Причины, говорят, разные. То крест темнеет, то хочется носить красивые украшения, то цепочка трет. Крест должен быть всегда. Он же, например, называется нательный. Не в сервантный, там не настенный, а нательный. Вот крест, когда одевается, крест – это символ нашего спасения. Вот на кресте Господь совершил спасение вообще каждого человека. Пролил свою причистую кровь. И мы омыты этой кровью от грехов. Крест – это наша защита. Это наше оружие. Кстати, возвращаясь к вопросу об этих порчах. Как правило, такие люди не носят и крестов. И сами стыдятся креститься. То есть крест – это прежде всего наша защита. Господь же из любви все это сотворил. А если мы отвергаем любовь Божию, так что же мы хотим, что у нас будет хорошего? Ну, можно носить, конечно, украшения, быть красивым, там и все прочее. Но тогда не стоит удивляться, что Бога оставили, так и в жизни потом так и получается. Даже вот такие вот внешние знаки. Крест в серванте, иконочка где-нибудь в шкафу. Вот или в каком-нибудь углу подальше, там, чтобы люди заходящие не видели. Может, что я верующий мимо храмом проскочил, там, не перекрестился. Это же все показывает внутреннее состояние человека, о том, что человек далек от Бога. Вот. И потом он начинает думать, а почему же так? А где же Бог? А почему Он меня не спас? А почему Он мне тут не помог? Так ты же сам от него отступил. Я благодарю вас, отец Афроний, за участие в нашей передаче. Купцы-золотопромышленники братья Шумовы задумали построить в центре Читы роскошный дворец. Проект выполнил преподаватель рисования Читинского землемерного училища, архитектор Георгий Масашвили. И этот проект получил гран-при на Всемирной выставке в Париже в 1912 году. Прогуляться по улицам Старой Читы, вспомнить доброе русское кино и заглянуть в историю России начала XVII века, предложили молодежи-организаторы игры «Что, где, когда», которая состоялась в конференц-зале Казанского кафедрального собора. «Что, где, когда» – это не только название интеллектуальной молодежной игры, но и те вопросы, на которые приходилось отвечать участникам трех команд. Что такое легион? Где располагался Богородицкий женский монастырь? Когда был построен и освящен корпус мужской гимназии в Чите? Уже не первый раз молодежный отдел Читинской епархии организовывает подобные интеллектуальные состязания. В этот раз под сводами кафедрального собора собрались учащиеся школы номер 47, педагогического колледжа и Суворовского училища. «Викторины являются традиционными, то есть два раза в год минимум мы их все равно проводим. Первая проходит на средний день православной молодежи, и вот второй раз получается на праздник Казанской иконы Божьей Мати, День народного единства. Ребята сами пожелали, сами формировали команды и готовились к игре. Поэтому заявлено было три команды, но довольно-таки сильные, успешные». После молитвы ребята провели разминку. Вопросы касались всем известных кинофильмов и казались несложными. Во время основного этапа игры ребята выбирали вопросы из таких областей, как «История смуты и ополчения 1612 года», «Прогулки по Старой Чите», «Православное Забайкалье», «Год кино в России». Легкие вопросы иногда давались с трудом, а на трудные порой ребята отвечали быстро и легко. Помогали при подготовке ответов изображения событий, храмов, городских улиц. «Ближе всего нам была, конечно, история. У нас очень хорошая подготовка. И в основном мы полагались только на историю. Мы даже не знали старые названия улиц, домов. Когда нам все это сказали, думаю, на это нам пойдет на пользу». Наша школа принимает участие в игре каждый год. Мы создаем группу ВКонтакте, там распределяем материал. Каждый участник готовит по нескольку тем, потом мы все вместе скооперируемся и выходим на игру. Сложные вопросы были про Читу Православную. Там были предложены фотографии храмов. Очень многого мы не знаем, потому что мало путешествуем по нашему родному краю. Конечно, если бы мы больше ездили не куда-то там за границу или в Центральную Россию, а здесь хотя бы по своим местам, мы бы узнали гораздо больше. С видеовопросами знатоки тоже справились. А вот угадать, что же находится в черном ящике, то есть что подарил цесаревич Николай священнику, пребывая в Забайкалье, не удалось. По итогам игры большинство баллов набрала команда школа номер 47. На втором месте команда из педагогического колледжа, на третьем – ребята из Суворовского училища. Председатель жюри, священник Виктор Крючков, поздравил ребят и вручил им грамоты и подарки. У православия, конечно, есть и покаяние, и молитва, и это неотъемлемо ее составляющей части. Но вот эта форма игры показывает о том, что православие – это не просто религия, это жизнь огромного народа. С ее историей, культурой, и все это неотъемлемо связано с православием. Радует то, что и молодежь, которые по 17-18 лет, им это дорого. «Нет ничего более ценного, чем познание, ибо познание есть свет разумной души», писал великий богослов святой Иоанн Дамаскин. Только вот сегодня нужно со всем вниманием относиться к тому, что читают, что смотрят и что слушают наши дети, для того, чтобы их познание действительно стало светом разумной души. Встретимся через неделю. До свидания.